Удар по казахстанским домохозяйкам из Астаны нанес министр культуры Мухтар Кулмухамед. Основной зрительской аудиторией казахстанского ТВ больше не светят турецкие и корейские сериалы. Огромные государственные деньги уходят на инвестирование, можно сказать, турецко-корейских сериалов. Поэтому в этом году уже принято решение окончательно о приостановлении закупа корейских, турецких телесериалов. Прощай, Сулейман Великолепный, прощай, Фатмагуль, прощай, бесценное время. С ними уходит целая эпоха на казахстанском ТВ. Их места займут отечественные мыльные оперы, Жан-Эм, Побеки Заула и другие, обещают чиновники Минкультуры. Друзья, вы хоть представляете, как крупно нам повезло? Мы живем в самом прекрасном городе Казахстана. Но вот, кажется, сам телезритель не в восторге от всего этого. Казахстанские домохозяйки буквально прикипели к Шумсангам, Мехмету и прочим восточным героям. Отечественные Азаматы и Аульские беглецы на десятом плане. Когда я смотрю корейский сериал, я забываю обо всех проблемах. И ты живешь той жизнью, в которой проживает главный герой, главная героиня. И это весело и смешно. Американские, которые мы смотрим. Их интересно смотреть, интересный сюжет. Глава Союза журналистов разделяет вкусы соотечественниц и соотечественников. Сейд Казыматаев признается, что уже давно переключился на зарубежную волну. Если говорить честно, то я в большей степени, конечно, смотрю Евроньюз. Потому что я хочу знать, что вообще происходит в мире. И, естественно, я люблю какие-то такие передачи, которые больше по душе. Я люблю вот канал Animal Planet. Люблю, допустим, там National Geographic. К счастью для казахстанцев, развод с любимыми турецкими и корейскими телесериалами обещает быть мирным, без драмы. Вот в Северной Корее, если верит интернету, публично казнили 80 человек за просмотр южнокорейских программ. А в Казахстане всего лишь ограничились сворачиванием финансирования их закупа и обещают больше снимать своих рабынь из аула.